Всем привет! Меня зовут Егоров Артём, и мы продолжаем изучать объектно-ориентированное программирование на Python. Сегодня у нас речь пойдёт с вами о проперси-методах, и также мы узнаем, что такое getter и setter. Но прежде давайте я перед вами поставлю проблему на примере нашего класса bank account. Как вы видите, у нас есть метод инициализации, который представляет нашим экземплярам два атрибута name и balance. И оба этих атрибута у нас являются публичными, то есть мы можем к ним обратиться вне нашего класса. Давайте я вам это продемонстрирую. Для этого мне нужно открыть консоль Python и объявить здесь наш класс. Затем я создам экземпляр нашего аккаунта. Пускай клиента нашего буду звать и вам, и значение его баланса будет 100. Итак, теперь я могу напрямую обратиться ко всем его атрибутам. Потому что, как я уже сказал, они являются публичными, и через точку мы можем узнать их значения, и даже сделать такую неприятную вещь, как установить баланс в значении, например, hello. Но вряд ли кому-нибудь понадобится такой баланс в виде строки. И вот смотрите, оно спокойно сохранилось. Так вот, у нас есть с вами теперь две проблемы. То есть нам не нравится, что вне нашего банка у нас есть доступ к балансу, и во-вторых, туда можно проставить неприятные значения. Так вот, я хочу, соответственно, ограничить доступ к переменной balance. Для этого, как вы уже узнали на предыдущем уроке, есть защищенные переменные и приватные. Давайте сделаем ее приватной. То есть я добавлю два нижних подчеркивания. Но я хочу не то, чтобы совсем закрыть доступ к этой переменной, точнее, к этому атрибуту, а предоставить некий интерфейс, при помощи которого мы сможем с вами получить доступ к этой переменной. И вот так раз здесь вступают в бой вот эти два метода у нас, getter и setter. Get от слова получить, то есть этот метод у нас будет получать значение, а set устанавливать. И значит, мы создадим с вами два метода. Get balance. Он у нас просто возвращает значение нашего приватного атрибута. И такой же метод, только set balance. Вот он теперь должен у нас уже принимать значение. И мы будем нашему экземпляру, а точнее его защищенной переменной balance, проставлять вновь иденные значения. Итак, давайте теперь мы класс этот переопределим. Создадим другого клиента нашего банка. Звать его будут Вася. И значение его баланса пусть изначально будет 100. Отлично. Теперь я напрямую не могу обращаться вот к этой переменной, но я могу пользоваться двумя вновь созданными методами. Get balance вернет нам значение. Set balance проставит значение новым числом, которое мы им передадим. Давайте вновь взглянем. То есть я вновь вызову get balance. И вот мы видим значение 400. Также мы с вами можем взглянуть, что у нас хранится в атрибутах нашего класса. Вот видите, здесь находится Вася. И вот это наши приватные переменные balance. И теперь давайте повторю вновь, что мы не напрямую обращаемся теперь к нашей переменной, а используем два наших метода. Get balance и set balance. Но сейчас наш метод set balance никак не решает проблему того, что я могу передать в этот метод значение, которое, например, является строкой. Вот теперь давайте взглянем на наш баланс. И, конечно же, это значение печальное. Раньше там было 400, допустим, рублей. Так вот, мы можем перед сохранением баланса добавить проверку. Нам интересно, чтобы значение, которое нам передается, было экземпляром числа и не было, соответственно, чем-либо другим. Как мы это можем проверить? Нам поможет функция из instance. И мы говорим, если значение value не является, здесь вы должны в виде кортежа перечислить, что нам интересно, это int и float. Так вот, если мы получим какое-либо другое значение, отличающееся от int и float, то мы с вами будем вызывать исключение. ValueError, в который я передам текст баланс должен быть числом. И вот давайте теперь посмотрим, как у нас заработает наш метод setBalance. Итак, создадим другого клиента банка. Я промахнулся. Пусть это будет Таня. У нее будет 200 условных единиц. И давайте попробуем вызвать метод setBalance и передать 40. И вот мы получаем такое вот исключение. Если вы передадите список и любое другое значение, не являющее числом, то вы получите ошибку. Но теперь мы видим, что при создании нашего экземпляра мы объявили значение 200. Так вот, если я передам число, опять промахнулся, давайте, например, поставим 3 девятки. И теперь у нас это значение изменилось. Отлично. Но теперь у нас с вами возникла другая проблема. Чтобы получить значение или установить его, мы должны с вами вызывать вот эти два метода. Их писать, в принципе, очень неудобно. И интуитивно непонятно. И мы бы хотели с вами делать вот такую вещь. То есть мы хотели бы писать слово balance и получать значение, которое хранится, но только вот в этом нашем защищенном атрибуте. Или же при помощи оператора присваивания записать туда новое значение. И вот здесь нам так раз пригодится наше property. То есть это определенный класс, при помощи которого вы можете добиться такого поведения. Как это делается? Внутри вашего класса вы создаете имя вашего свойства. В нашем случае мы назовем его balance. И это будет у нас свойством. То есть я вызываю вот эту вот нашу функцию, которая нам вернет экзопиар класса. Для вас же важно следующее. То есть вы должны будете внутри него проставить два атрибута. В нашем случае это функция get, то есть getter, и функция set. И здесь после равно вам достаточно указать название ваших функций, которые будут отвечать за получение вашей перемены, то есть наш метод getBalance. И также в setter вы указываете функцию, которая будет проставлять значение. Вот в принципе и все, что здесь нужно будет сделать. Давайте класс мы переопределим. Создадим еще одного клиента. Пускай это будет Миша. Значение у него будет 400. И теперь смотрите, нам доступно вот такое вот имя balance, но оно будет являться не атрибутом нашего экземпляра, а оно будет являться свойством. И когда вы обращаетесь просто к этому имени, будет срабатывать метод get, то есть ваш getter. И тем самым метод getBalance вернет вам защищенный атрибут. И также обратите внимание, что я обращаюсь к имени balance не как к методу, а как к атрибуту. То есть я не указываю две круглые скобочки в конце него. Но теперь мы можем с вами также через наше свойство устанавливать значение. Давайте, например, установим три семерки, и никакой ошибки не произойдет. И когда мы вновь обратимся к нашему свойству balance, мы получим уже новое проставленное значение. И для того, чтобы вы убедились, что в момент обращения к свойству и в момент присваивания вызываются именно наши getter и setter, давайте здесь поставим по принту. Здесь у нас будет вводиться getBalance, здесь будет вводиться setBalance. класс, конечно же, нам нужно переопределить. Давайте я вот эту строчку скопирую с определением Миши, но запишу его в переменную Q. Итак, у Q я получаю баланс. И смотрите, выводится сообщение getBalance. И когда я устанавливаю новое значение, мы видим, что вызывается метод именно setBalance. И также в этом можно убедиться, когда мы попытаемся сохранить наш баланс в какую-нибудь строку. Вот, просто проверка тем самым не пройдет. Также вы можете передать сюда третий аргумент, который отвечает за удаление вашего атрибута. Но эту функцию мы с вами еще не создали. Давайте ее создадим. DeleteBalance. Давайте я расширю немножко экран, чтобы вы видели все, что я делаю. Итак, нам понадобится print, чтобы мы понимали, в какой момент вызывается этот метод. И мы просто делаем следующее. Мы вызываем функцию del и указываем, какой атрибут мы хотим удалить. Вот и все. А вот здесь мы указываем название функции, которая отвечает за удаление нашего свойства. Итак, класс мы должны переопределить. Мне очень понравилось работать с Мишей. Давайте я вновь скопирую. Переменная будет w. Так, отлично. Теперь я могу обратиться к балансу. У нас там значение 400. Оно у нас присвоилось при инициализации нашего атрибута. И теперь я вызываю функцию del к нашему балансу. И вот смотрите, у нас вывелось сообщение deleteBalance. И теперь я уже не могу обращаться к этому атрибуту. Но если мы его вновь принициализируем через наше свойство, оно появится. Итак, давайте взглянем вновь на наш код. Я надеюсь, вам теперь понятно, как работать со методом property. В следующем видео я покажу, как можно создать свойства через декоратор property. И тем самым мы избавимся с вами вот от этой строчки, в которой мы прописываем, какая функция у нас будет getter, setter и deleter. Ну а это все будет только в следующем видео. Ну а сегодня у меня все. Если видео вам понравилось, не забывайте отблагодарить меня лайками. Ну а я сейчас с вами прощаюсь. Всего доброго.